Всем привет, дорогие друзья! И вот скоро Новый год, а я все пытаюсь переделать старые заезженные салаты либо на новый лад, либо просто по-новому. Я очень люблю салат мимоза, который идет с рыбными консервами и решила его сделать вот так вот по-новому порционно и очень красиво и интересно. Делается все очень просто на самом деле. Я отварила одну морковку, три картошки и четыре яйца. Яйца у меня мелкие, но картошку одну не буду использовать, то есть уйдет у меня всего две. Все это добро почистила и буду использовать вот такую вот сардину. Можно использовать либо тунец, либо треску, либо печень трески. Кому какие рыбные консервы нравятся. Тереть буду на крупную терку. На мелкую терку не люблю, потому что получается каша непонятная и вообще непонятно, что там внутри. Поэтому я все вот такие вот салаты тру всегда на крупную терку. Здесь у меня сыра где-то около 200 грамм. Чуть-чуть меньше, где-то 180 грамм сыра твердого. У меня здесь сливочный сыр. И точно так же перетираю сюда все остальные ингредиенты. Также у меня пошли сюда на крупную терку и яйца. И собственно точно так же и морковка. Этот салат получается очень интересно и удобно, что его можно кушать порционно. То есть ничего вообще не разваливается, не распадается и очень красивенько получается на Новый год. Точно так же вы видели потерлой картошку, а рыбу буду разбирать ручками. Я убираю все лишние косточки, которые там могут быть внутри. Если вы возьмете салатный тунец, то он уже будет такой как бы разбитый на маленькие кусочки. Вы просто с него сливаете лишнюю жидкость и сразу можете добавлять в этот салат. Ну а я, вы видите, немножечко поиграюсь. У меня всегда его в семье делали с сардиной, поэтому я решила делать его тоже с сардиной. И вот так вот просто придавливаю, он сам прекрасно распадается, эта сардина на кусочки. Немножечко присаливаю, так как я картошку с морковкой не солила. И можно здесь добавить либо майонез, либо сметану с горчицей, кому что и как нравится. Добавляем до той консистенции, чтобы у нас получилась вязкая такая вот текстура. И просто теперь из этого всего добра мы крутим такие шарики. Их можно скрутить и побольше, такие размером, как с пол яблока, а можно такие размером, как с орех, что удобно очень кушать. И потом будем обваливать их в кунжуте. Но удобнее всего сделать сразу все шарики и потом обваливать в кунжуте, чтобы не прилипало к рукам. И немножечко еще прокатываем в ручках, так и кунжут лучше пристанет. И шарик сам наш будет немножечко ровнее. Делается все реально очень быстро. Если не считать времени на варку, то буквально за 10 минут у нас получается целая гора вот таких вот красивых шариков. Кунжут у нас жареный на сухой сковороде, должен быть золотистый и очень вкусный. В общем, вот такая крутизна получается. Не забывайте, конечно же, поставить палец вверх и всех с наступающими праздниками. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.